Здравствуйте! В эфире телеканал УТС Новости. В студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следственный комитет региона начал проверку по факту гибели четырех человек. Смертельное ДТП произошло сегодня утром на Северном обходе. По предварительной информации, водитель медицинского УАЗика двигался по трассе, зацепил барьерное ограждение и врезался в Митсубиси. Скорая загорелась, скончались водители-пассажиры на марке, а также два пассажира УАЗа. Еще трое пострадали, их доставили в Коченевскую районную больницу. Известно, что автомобиль скорой помощи татарской ЦРБ отвез двух пациентов в больницы областного центра и выехал обратно в Татарск. Погибшие водители-пассажир легкового авто якобы возвращались с ночной смены. Четвертые в России по уровню развития IT-индустрии. В Новосибирской области у 8 из 10 жителей есть учетная запись на портале госуслуг. Это удобно, комфортно и позволяет экономить время. За прошлый год на прием к врачу в личном кабинете записались больше 600 тысяч человек. Заявки на ежемесячные выплаты на детей оформили почти 150 тысяч семей. Но требования к цифровизации растут. В этом году еще 74 населенных пункта области получат доступ к мобильной связи и высокоскоростному интернету. Регион ежегодно готовит специалистов, увеличивая набор в вузы и колледжи. Задача и задача, она можно сказать вечная, это подготовка кадров. Надеюсь, что в этом году будут сделаны новые предложения в сотрудничестве с партнерами как предприятиями отрасли, так и образовательными организациями разных уровней подчиненности. Новосибирская область, Новосибирск сегодня в глазах многих федеральных и зачастую международных игроков является привлекательным центром подготовки и поставки кадров для отрасли, для сферы. Мы таковыми должны оставаться. Огурцов и томатов хватит на всех. Новосибирская область на 130% обеспечена овощами за счет собственного производства. Это касается культур, выращиваемых в грунте. Александр Шерудила побывал в теплицах и увидел, как ухаживают за овощами. Работники теплицы подвязывают молодые побеги огурцов. В огромном помещении передвигаются на рельсах, проложенных между рядами саженцев. А они простираются до самого горизонта. Во влажном воздухе увидеть, где кончается комплекс, едва ли возможно. Работают по регламенту. На гектар 15 сотрудников. Тепличный кабинет 11 гектар. Выращиваем обычно 3 гектара томата, 5 гектар огурца. Остальное салатные, вот видели, салаты, рассадное деление. Тепличный кабинет имеет свою подстанцию большую, крупную. Так вы видите, сколько мы потребляем электроэнергии. Две котельных, очень мощные котельные, чтобы обеспечивать это тепло, которое сейчас. Всего в Новосибирской области работает 5 комплексов с зимними теплицами. Общей площадью 51 гектар. В прошлом году урожай удался 46 тысяч тонн. В основном огурцов и томатов, что с лихвой покрывает потребности региона. Работа теплиц полностью автоматизирована. Это касается увлажнения воздуха, полива растений, контроля температуры. И даже свет включается здесь по расписанию автоматически. Тем не менее, не уйти от ручного труда, как не уйти и от использования насекомых. Например, шмелей, которые здесь занимаются опылением томатов. Причем шмели есть как отечественного производства, так и зарубежные. Но в теплице планируют полностью перейти на своих новосибирских насекомых. На предприятии разводят и других насекомых энтомофагов. Таким образом обеспечивая биозащиту посадок. Многие импортные технологии, кроме селекционных достижений, уже практически полностью удалось заместить. Учитывая успехи в разведении овощей в закрытом грунте, на предприятии развивают и другое направление. Выращивают картофель и морковь. Задача является одной из приоритетных. Если здесь у нас, в принципе, не просто самообеспеченность, а определенный профицит достигнут в тепличном овощеводстве, то задача наша на ближайшие годы – это ускоренное развитие овощеводства открытого грунта. Мы будем разрабатывать соответствующую программу в текущем году и будем всячески стимулировать не просто к производству, но и к строительству помещений для хранения. Современное овощехранилище – это не просто погреб, а настоящий комплекс с автоматическим контролем температуры и сложной вентиляционной системой. Например, при поступлении партии картофеля в одном боксе хранят около 800 тонн, охлаждают постепенно по полградуса в сутки, чтобы избежать порчи продукта. Пока таких хранилищ мало. И если продукции, выращенные в закрытом грунте – это помидоры и огурцы – избыток, то картошкой и свеклой наш регион обеспечивает себя лишь на 34%. Помочь решить проблему должна программа продовольственной безопасности. Александр Шарудила, Алексей Зубила. Новости ОТС. На дороге Новосибирска скоро выведут 9 новых троллейбусах. В салонах транспортных средств установят систему распознавания лиц. Машины будут курсировать по маршруту 36. Каждый подключат к системе «Безопасный город». Отмечу, партию приобрели в лизинг. Доставить в город их должны были до конца 2022 года, однако к сроку в Новосибирск прибыли только 5. Городские власти заявили, что доставку задержали по вине завода-производителя. Напомню, износ троллейбусного парка в Новосибирске – около 98%. Для полного обновления необходимо закупить 241 единицу. В продолжение темы «Поехали». Четыре новых пассажирских автобуса будут доставлять жителей Куйбышевского района к нужным остановкам. Перевозчик обновляет автопарк не только за свои средства, но и за счет федерального и районного бюджетов. Мои коллеги оценили салоны автобусов. К выезду на линию водитель пассажирского автобуса Сергей Лебедев готов. В салоне «Порядок» установлен валидатор для бесконтактной оплаты за проезд. Своим рабочим местом доволен. «Панели прям такие аккуратные, опрятные, не угловатые. Железные были раньше такие, квадратненькие. А сейчас все так скруглено. Щеточек прибора совсем другой, все такое новенькое. Все хорошо». Надеется Сергей Николаевич, что и пассажиры новую технику не только оценят по достоинству. «Беречь новый автобус, не рвать ни сидушки, ничего, не пакостить. Это уже все испишутся и у нас делается как из царапавицы. Ручки шаловливы, где-нибудь ниточку потянут, распустят что-нибудь». В прошлом году на городских и сельских маршрутах услугами предприятия перевозчика воспользовались почти 2 миллиона пассажиров. Автобусный парк здесь стараются обновлять регулярно. «За прошедший год мы приобрели 6 автобусов марки «ПАЗ» на собственные средства. Автомобиль «Газель Некст», в котором присмотрено место для перевозки малоподвижных граждан. Это место есть для инвалидов. Колясочника. Местные власти в стороне тоже не остаются. Куйбышевский район с 2019 года участвует в программе обновления общественного транспорта. Благодаря поддержке правительства Новосибирской области и существенным вложениям в обновление парка предприятий-перевозчика на маршрутах района появляются новые автобусы. «Мы понимаем, что перевозки пассажиров – это не только комфорт, не только удобство, это еще самое главное – безопасность. И вот этим новым транспортом, на самом деле, эта безопасность достигается». Эта «Газель» областному и районному бюджетам обошлась почти в 3 миллиона рублей. Ее уже передали предприятию-перевозчику. «За счет цельнокаркасной конструкции получилось у производителя сделать объемный салон. Соответственно, это же комфорт для пассажира. Добавили сиденья, ряд, немножко увеличили пассажировместимость». Работать новая пассажирская «Газель» будет на сельских маршрутах. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Операции короче, выход из наркоза быстрее. В центре имени Мишалкина испытывают первый российский протез метрального клапана сердца. Протез предназначен для малоинвазивной имплантации. Он уменьшает риски осложнения от полостной операции. Например, увеличение процента кальция в сосудах. В России подобной технологии до сих пор не существовало. Преклинические испытания займут 26 недель. Единый налоговый счет. В России вступили в силу изменения в налоговом кодексе. Как они упростят жизнь плательщикам, это сегодня обсуждали в законодательном собрании региона. Депутаты, налоговики, бухгалтеры. Михаил Конышев вникал в тонкости обновлений. Теперь заплатить все налоги можно одновременно, указав в документе и на НН и сумму. При этом код бюджетной классификации будет единым, а налогоплательщик всегда будет понимать, есть у него долг перед государством или он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению. Это облегчает работу бухгалтера и тем самым исключает задержку поступления средств в бюджеты разных уровней. У нас доходило, что в день было до 7 миллионов невыясненных платежей. В месяц это было больше 130 миллионов рублей, которые деньги не своевременно поступали в бюджет. Сейчас с введением единого налогового счета такая проблема ушла. Как отметили на мероприятии, критических ошибок по переходу на единый налоговый счет нет, но вопросы еще возникают. Поэтому законодатели региона решили провести круглый стол, чтобы еще раз рассказать предпринимателям о новом механизме. Законодательное собрание всегда плотно работало с налоговой инспекцией, со всеми органами власти. Поэтому я думаю, что сегодняшняя встреча даст вам много полезного. Задача, как любой новый механизм, с целью его до настройки, максимально информировать, получать вопросы и вовремя реагировать на них, в том числе с точки зрения законодательной инициативы. По видеоконференц-связи к беседе присоединились представители 28 районов. Налоговики еще раз напомнили, при распределении денег с единого счета сначала будет погашена недоимка, начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем текущее начисление, после этого пени, проценты и штрафы. Если денег недостаточно и сроки уплаты совпадают, то платеж распределится пропорционально суммам таких обязательств. Михаил Кунышев, Борис Гладких, Новости ОТС. Больше никаких кредитов в Государственной Думе готовят закон, который позволит гражданам самим себе запрещать получение финансовых займов. Оформить услугу можно будет через единый портал Госуслуг. Инициативу разработали в Банке России. Как только гражданин оформит запрет, данные о нем будут передавать в Бюро кредитных историй, на которое ссылаются все кредитные организации, оформляя заем. Специалисты смогут видеть выставленные ограничения. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты инженерной службы Росгвардии. В рядах саперы, кинологи и другие крайне востребованные специалисты. Только в 2022 году взрывотехники и кинологи со служебными собаками совершили почти 500 выездов. Сегодня инженерно-технические подразделения Росгвардии региона вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасности. В прошлом году взрывотехники и кинологи Росгвардии с минно-розыскными собаками совершили почти 500 выездов. В том числе обследовали места проведения массовых мероприятий и места обнаружения подозрительных предметов в разных районах области. Было идентифицировано и обезврежено свыше 600 взрывоопасных предметов. Решить конфликты в семье на начальном этапе и не допустить, чтобы ребенок попал в детский дом. В регионе действует проект «Защитники детства». Как специалисты ищут подход к детям и родителям, выясняла Юлия Алиханова. «Защитники детства» – проект, над которым работают сотни сотрудников из соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Задача – научить их слышать друг друга и своих подопечных. Если для семьи созданы в районе условия, если есть хорошая, квалифицированная, профессиональная помощь специалистов, то многие семьи не доходят до той точки, когда уже мы пришли к точке невозврата. Проекту три года. В качестве пилотных площадок выступили три муниципальных района – Татарский, Венгеровский и Куйбышевский. Сегодня «Защитники детства» расширяют границы. Число площадок увеличивается. «Мы должны ребенка, у которого проблемы, вывести на динамику изменения той проблематики, которая у него есть. Динамику. Не просто мы провели беседу, ребенок с нами согласился, он был плохой, сейчас станет хорошим. Нам не хватает понимания проблем современной молодежи. Именно понимания проблем. Почему у них проблемы? Почему они такие? Специалисты по профилактике семейного неблагополучия ежегодно встречаются и обмениваются опытом. Благодаря проекту «Защитники детства» в районах на 20% снизилось количество детей в интернатах. И на 10% уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении. Юлия Алиханова, Евгений Агеев, Новости ОТС. Заглянули в чуланчик. В Новосибирске работает социальный проект, который дает новую жизнь старым вещам. Секонд-хенд, куда каждый может сдать ненужные вещи. Желающие могут забрать понравившиеся товары за символическую плату или вовсе бесплатно. Ксения Петренко оценила, как сибиряки переходят на осознанное потребление. Психологи утверждают, если вы не надели вещь ни разу за год, то она вам больше не нужна. Вот только выбросить жалко. Именно для таких случаев в Новосибирске запустили благотворительный проект «Чуланчик». Это своеобразный магазин, в котором все отдают даром, либо за символическое пожертвование. Организаторы – волонтеры. Оксана Халева продолжает начинание своего друга. Верит, этот проект нужен многим. За пять лет работы трудностей было немало. Они есть и сейчас. Коммунальные услуги, охрана, сигнализация – все это, конечно, требует денег. Деньги приходят в проект только от продажи вещей. Очень много сложностей было где-то. Пришлось самим вкладываться. Свои личные средства, кредит пошел и все. Но идея проекта очень близка к душе и хочется помогать людям, поэтому рискуем. Им не безразлична судьба вещей и людей, которые порой не могут себе позволить одеваться в брендовых магазинах, но хотят выглядеть красиво и стильно. Принцип осознанного потребления дает новую жизнь вещам, которые не прижились в гардеробе первого владельца. Волонтеры ежедневно разбирают пакеты с вещами. Работа непростая, достаточно кропотливая. Нужно оценить состояние вещи, оценить ее качество и привести в товарный вид, разместить в зале. Очень часто сюда приносят вещи с этикеткой, которые даже ни разу не надели. Здесь каждый найдет себе вещь по душе, а главное – по карману. Ведь цены символические. Так, за 100 рублей купить платье или за 300 рублей ботинки – такого в крупных магазинах не встретишь. Марина увлеклась пэтчворком. Для творчества нужно много тканей, разных цветов и текстуры. Здесь, в чуланчике, простор выбора. Что-то я могла сюда принести, но, как правило, я больше сейчас отсюда выдергиваю, потому что мне на пэтчворк нужны какие-то определенные там, что-то где-то в голове заклинило какую-нибудь мысль. Потом у меня было увлечение, что я приходила к девочкам, и вот бижутерия у них очень интересная, там, для расшивки, для отделки. Есть раздел «Твори добро». Это вещи, которые можно забрать абсолютно бесплатно. Количество не ограничено. Единственная просьба к любому человеку, который отдает нам вещи, чтобы они были просто в чистом, в носибельном состоянии. Такую вещь, которую бы сам не постеснялся себе взять или одеть. Вот это единственное требование. Также у нас принимаются игрушки, книжки, посуда, бижутерия. Запустить круговорот вещей может каждый. Для этого лишь нужно провести ревизию в своих запасах и принести невостребованное в чуланчик. Так вы поможете тем, кому это действительно нужно. И поддержите благотворительный проект. Ксения Петренко, Константин Менин. Новости ОТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова